Ну а сегодня мы будем разбираться с практически идеальной репутацией Honda CR-V четвертого поколения и искать косяки там, где их как будто бы и нет. Итак, встречаем Honda CR-V четвертого поколения. Honda CR-V – лидер продаж на многих рынках. В этом кроссовере нет ни грамма драйва и эмоций, зато он очень надежен и неприхотлив. А еще это настоящая семейная тачка с вместительным салоном и приличным багажником. За это CR-V и покупают. Кстати, у нас рынок не принасыщен этими автомобилями, поэтому цены на них часто неприлично высокие. CR-V четвертого поколения, которое мы сегодня будем рассматривать с точки зрения надежности и наличия проблем, выпускалась с 2012 по 2018 годы. Ну и если вы хотите узнать, так ли безупречен этот кроссовер и зачем нужно следить, чтобы не попасть на деньги, обязательно досмотрите этот обзор до конца. И если еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Итак, угрожает ли коррозия Honda CR-V четвертого поколения, а точнее ее кузову? Конечно, угрожает. Дело в том, что в среднем этим машинам по 10 лет. И коррозия дает о себе знать, особенно если климат благоприятствует этому и обилие реагентов. Будет совсем не лишним снять локеры колесных арок и осмотреть арки. Дело в том, что арки будут обильно покрыты грязью, и вот под грязью может уже обильно цвести коррозия. Трубкам топливного бака тоже хорошенько достается. Буквально уже через пару лет в топливных трубках могут быть сквозные дыры. Кстати, краска вокруг топливно-заливной горловины тоже вспучивается. И это говорит о том, что в арке дела не совсем хороши с точки зрения коррозии. В общем, зачищать колесные арки нужно до головы металла, а затем покрывать их хорошей мастикой. Это нужно делать обязательно. Иногда коррозия встречается под уплотнительными резинками всех четырех дверей. Даже в самой верхней части металл может вспучиваться. Чаще краска поднимается на завальцовках дверей и возле дренажных отверстий в них же. Ну а если кроссовер Honda CR-V в четвертом поколении оснащен люком, то будьте готовы к ржавчине по его периметру. И, кстати, об этой проблеме говорит только оттопыривание вот этой самой резинки по периметру. В общем, если ее снять, то рамка будет ржавой и трухлявой. Ну а если реагентов очень много, то тогда быстро гниет задняя дверь, а именно вместе под ее вот этой вот пластиковой накладкой. Идем далее. У Honda CR-V четвертого поколения частенько перегорают светодиоды в заднем стоп-сигнале. Причины две – перегорание части светодиодов или выход из строя варистера. Поклонники этих кроссоверов уже давно разработали инструкции по снятию стоп-сигнала, его вскрытию и замене. В сущности ничего сложного, если умеете обращаться с паяльником, либо есть кореш на подхвате. Также варистер можно купить с оригинальным номером. Светодиоды тоже подбираются без проблем. И в продаже есть много неоригинальных вот этих задних стоп-сигналов для Honda CR-V четвертого поколения. Болячка этого кроссовера можно еще назвать спинки задних сидений, а точнее замок их складного механизма. У кого-то из-за прослабления пружины замка спинки начинают дребезжать, а потом при необходимости складывания выясняется, что замок не разблокируется. То есть одну из спинок невозможно сложить. Но фанаты Honda разработали способы ремонта, и все они связаны с улучшением замков фиксации задних спинок. Ну а теперь про двигатели. Базовый бензиновый двигатель, который выдает 150 лошадиных сил, никуда не торопится. И овощная динамика многих раздражает. Но это предельно надежный мотор. У него один распредвал, который приводит 16 клапанов. Поднимать клапанную крышку, чтобы измерить и отрегулировать тепловые зазоры, надо каждые 40 тысяч километров. Цепь ГРМ очень долговечна, жор масла этому мотору не свойственен. То есть это предельно надежный мотор, чтобы ездить и не париться. И, кстати, система iFTEC работает с половиной впускных клапанов. Honda CR-V четвертого поколения с двигателем 2.4. Многим нравится больше за лучшую динамику. Двигатель относится к старой доброй серии K24. Никакого непосредственного впрыска здесь нет и турбины нет в помине. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, привод ГРМ цепной, есть фазовращатели и фирменная система изменения высоты подъема впускных клапанов iFTEC. А вот гидрокомпенсаторов нет. Тепловые зазоры просто необходимо измерять и регулировать каждые 40 тысяч километров. Никаких запчастей для самой регулировки не нужно. Только простой инструмент, щуп, гаечный ключ и отвертка. Эта полезная для долголетия ГБЦ процедура дает еще повод посмотреть на кулачки выпускного распредвала, то есть посмотреть их на предмет выкрашивания. Дело в том, что считается, что двигатели K24Z7 уже избавились от этой проблемы, но с годами случаев износа выпускного распредвала все больше. Считается, что некорректные тепловые зазоры усугубляют эту проблему. А также на 8 выпускных клапанов идет 4 кулачка в двигателях K24. И это дополнительная нагрузка. В общем, новый распредвал стоит 1000 долларов, бэушный – 300. За новыми и бэу распредвалами обязательного автостронг, а также за другими запчастями и техническими жидкостями. Еще у двигателя K24Z7 может затрещать муфта фазовращателя. Так вот, это происходит при пробеге до 100 тысяч километров, и чаще всего эту муфту меняли по гарантии. Нередко двигатели K24Z7 расходуют масло на угар, но это, скорее всего, по недосмотру владельца, который решил сэкономить на моторном масле. А вот истинные фанаты Honda используют максимально оригинальное масло вязкостью 0W20, и тогда, естественно, у вас никаких проблем с жором масла не будет, если вы будете менять его при пробеге 7500 километров. Ну, что можно еще сказать? Если двигатель потребляет масло, то можно доездиться до сухого поддона со всеми вытекающими последствиями. Также стоит следить за передним сальником коленвала. Иногда он совершенно неожиданно дает утечку масла, которое попадает на шкив и ремень навесного оборудования. Также временами сопливит датчик давления масла и прокладка под клапаном соленоидом механизмов ТЭК. Зато цепь ГРМ служит более 250 тысяч километров, и, в общем, двигатель K24Z7 особо никаких проблем не создает. Идем далее. У нас Honda CR-V часто встречается с турбодизельным двигателем объемом 1.6, и вот эти автомобили привезены из Европы. Почему их там так много? Потому что они там очень востребованы. И, несмотря на то, что этот двигатель сделан на основе алюминиевого блока, надежность у него феноменальная. Он легко ходит 300 тысяч километров. У него цепь в приводе ГРМ. То есть там две цепи друг за дружкой, как в моторах BMW, только спереди. Топливная система от Bosch, TNVD, CP4 и электромагнитными форсунками. Оба распредвала соединены косозубыми шестерами. Запас масла в поддоне 5 литров. В общем, этот двигатель надежный и особых проблем не создает, но он мало знаком местным СТО. Еще на это поколение устанавливали фирменный турбодизель объемом 2.2 литра. Механических проблем у него нет. Несмотря на то, что у него алюминиевый блок цилиндров, есть цепь ГРМ. Также впрыск у него от Bosch. В общем, очень надежный, хороший мотор. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну что, идем далее. В паре с бензиновыми четверками установлены пятиступенчатые автоматы собственной разработки Honda. И как мы помним, эти трансмиссии очень надежные. Освежать трансмиссионную жидкость в них надо каждые 60 тысяч километров. Используйте трансмиссионную жидкость DW1. И при этом меняется фильтр тонкой очистки. При пробегах в 250 тысяч километров могут появиться такие небольшие толчки и рывки при малых нагрузках. И это говорит об износе муфты блокировки гидротрансформатора. И надо поскорее отправить бублик на ремонт, чтобы продукты его износа не натворили дел в трансмиссии. Рестайлинговые Honda CR-V с 1,6-литровым турбодизелем и полным приводом, то есть автомобили после 2015 года, оснащаются девятиступенчатым автоматом от ZF. Это очень надежная трансмиссия и в Европе очень распространенная. Ее используют все производители с 2011 года, от Fiat до Land Rover. Освежать трансмиссионную жидкость в ней лучше каждые 50 тысяч километров, потому что бывают случаи закупоривания теплообменника. Ну и выбор АТФ большой. От АТФ с маркой ZF до очень хороших аналогов. Еще после рестайлинга в пару к бензиновым моторам, в частности к 2,4, пристыковали фирменный вариатор Honda. И никакого отношения к Jatka или ASE, но не имеет. И, к сожалению, статистики по этим вариаторам немного, но свои 200 тысяч этот вариатор пройдет. Его надо обслуживать. Каждые 50 тысяч километров надо снимать поддон, чтобы поменять основной фильтр. И, кстати, не забудьте про прокладку поддона. Еще в этом вариаторе используется специальная трансмиссионная жидкость HCV2. И под теплообменником располагается фильтр тонкой очистки и несколько уплотнительных калечек. Ну и напоминаем, что в Автостронге есть еще подразделение Мотостронг. Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл обязательно в Автостронг. Ссылочки в описании. Еще в Автостронге, помимо отличных БУ запчастей, есть еще и абсолютно новые запчасти, а также технические жидкости. Звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наши сайты и обязательно в соцсети. Будем ждать. Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Подушки-опоры силового агрегата Honda выхаживают примерно 150 тысяч километров. Обе, вот это правое и заднее, сдаются на этом рубеже. И они гидравлические по оригиналу, стоят по 200 долларов. Ну, зачастую некоторые ставят неоригинал, и это просто резиновые подушки. Но этот неоригинал выхаживает примерно 30 тысяч километров. В итоге приходится ставить оригинал, либо же искать какой-нибудь именитый заменитель. Хонда CR-V четвертого поколения обладает оригинальной гидравлической муфтой подключения задней оси. Так вот, в этой муфте есть механический насос, он сразу навалит, то есть приводится от кардана. Также есть и электрический насос, но из CR-V внедорожник никудышный. Здесь полный привод нужен разве для того, чтобы хорошенько тронуться на скользкой поверхности. Если будете форсировать сугробы, либо бездорожье, то быстренько электроника отключит задний привод. То есть CR-V будет переднеприводной, чтобы муфта не перегрелась. Так вот, с этой муфтой были проблемы, и в том числе в гарантийный период. Как правило, на машинах 2013-2014 годов были проблемы с муфтой. То есть она выключалась и больше не включалась. Эти проблемы зачастую решали по гарантии, потому что они происходили при очень небольших пробегах. И добавим, что вот ошибки по муфте и проблемы с муфтой происходили именно в морозы. Причин отключения муфты несколько. Во-первых, это реле, которое установлено в щитке в багажнике сзади слева за обшивкой. Во-вторых, это соленоидный клапан, который находится непосредственно в муфте. Для его замены муфту нужно снимать и разбирать. Но и после этого муфта включения задней оси может остаться бесчувственной. То есть не будет включаться. И в таком случае придется покупать и искать БУ-муфту. Стоит она примерно 350 долларов. Мы помним, если надо любые запчасти, что новое, что бушное, обязательно в АвтоСтронг. Так вот, ну что можно еще сказать. В муфту надо заливать литр 200, литр 400 масла DPF2. Рулевая рейка на Honda CR-V электрическая и в целом беспроблемная. Однако иногда при пробеге в 120 тысяч километров слышится стук где-то спереди справа. И источником этого стука может быть рулевая рейка. Так вот, чтобы избавиться от стука, надо установить направляющую втулку в рулевую рейку справа. В передней подвеске Honda CR-V четвертого поколения ничего особо не происходит. Ну, со временем могут начать, ну так, постукивать задние силиндблоки передних рычагов. Но понять, что это стучат они, удается не сразу. Потому что они выглядят хорошо и имеют минимальные трещинки. Оригинальные вот такие вот силиндблоки стоят по 110 долларов. А заменители в 3-5 раз дешевле. И, кстати, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора выхаживают оригинальные по 80-100 тысяч километров. То это не по 15 и по 70 долларов соответственно. Шаровые опоры стоят по оригиналу по 65 долларов. Ну, а качественные заменители раза в два дешевле. Что касается задней подвески, то в Honda CR-V начинаются вопросы, когда вот этот автомобиль используют как пикап. То есть задницу излишне нагружают, задние пружины проседают и 180 за оригинал, то есть 180 долларов за оригинал никто отдавать не хочет. Поэтому выбирают заменители, которые дешевле. И еще у Honda CR-V четвертого поколения колеса иногда становятся домиком. И не удается никак от этого избавиться. То есть вот этот отрицательный развал обычно регулировкой не убрать. И поэтому что делают? Врезают, то есть делают развальные тяги регулируемыми, врезая резьбовую шпильку. И, кстати, в продаже есть уже тяги, изначально которые регулируемые. Ну что, и то же. На самом деле владельцы ездят на вот этих вот кроссоверах вот по 200 тысяч километров и вообще горя не знают. А вот проблемы с этой машиной начинаются только тогда, когда владельцы, впечатлившись очень крутой надежностью Honda, забивают на обслуживание и начинают менять масло там раз в 15 тысяч километров. Вот тогда и начинаются проблемы. Обязательно поделитесь в комментариях опытом эксплуатации вот такого автомобиля. А мы обязательно прочитаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. С вами всегда был Вести Будет, компания АвтоСтронг.